Челесто. Ударно-клавишный музыкальный инструмент. Название происходит от итальянского «челесто», что обозначает «небесно». Звучание инструмента напоминает звучание колокольчиков. Челесто была запатентована и выпущена в 1886 году парижским мастером Агюстом Мюстелем. Челесто состоит из деревянного корпуса типа физгармонии или мини-пиано, набора стальных пластинок, укрепленных в корпусе на деревянных резонаторах. Челесто ведет свое начало от так называемого камертонного клавира, изобретенного в 1788 году в Лондоне Чарльзом Лагеттом, которым источником звука служили наборы камертонов. Одним из первых среди русских композиторов «Челесто» применил Петр Ильич Чайковский в 1891 году, введя ее в партитуру своих известных сочинений – балладу «Воевода» и балет «Щелкунчик». До сих пор «Челесто» часто используется в симфоническом оркестре. Шершень. Род жалоносных перепончатокрылых насекомых семейства ос настоящих из группы общественных ос. Длина тела около 35 мм. Встречаются виды до 55 мм. Самки крупнее самцов и рабочих особей. Окраска тела бурая, с желтым рисунком. Крылья – буро-желтого оттенка, иногда грудь и брюшко черные. Шершни строят относительно большие гнезда в виде горизонтально расположенных сотов, покрытых многослойной оболочкой из выработанной шершнями хрупкой картонообразной массы. В гнезде приблизительно 500 ячеек. Для постройки гнезд шершни обгладывают кору и ветви различных деревьев. Питаются они нектаром, мякотью фруктов, а также насекомыми, пчелами, более мелкими осами, кузнечиками, которых убивают с помощью яда и мощных челюстей. В России и Европе распространен шершень обыкновенный. В Азии обитает самый крупный шершень. Укусы шершни довольно болезненны, хотя их яд менее токсичен, чем яд пчел. Азиатские виды шершней обладают более токсичным ядом, чем европейские. Фах-верк. В переводе с немецкого фах – это панель, секция, и верк – сооружение. Фах-верк – тип каркасной конструкции малоэтажных, преимущественно гражданских зданий. Такие дома имели широкое распространение в средние века в Западной Европе. Технология данного строительства зародилась в X-XI веках, получила широкое распространение в XVI веке и применялась вплоть до XVIII века. Фах-верк в домах был обычно деревянный, состоящий из горизонтальных и вертикальных элементов и раскосов. Заполнение стен каркаса делали из глины, смешанной с соломой или камышом, иногда из камня, кирпича, дерева. При этом фах-верк играл роль не только конструктивного, но и декоративного элемента здания, расчленяя фасад на панели различной формы и придавая зданию своеобразный вид. Прочность фах-верковых домов, некоторым из которых свыше 500 лет, достигалась специальными соединениями деревянных балок и стоек. Использовались соединения типа ласточкин хвост, потайной шип, а также деревянные нагели вместо гвоздей.